Выведение оригинального насения зерневых, зернебобовых, бульбы и не только. Выросшивание оптимальных культур для айчинных садов. Специалисты Гродинска-Газонального института рослиноводства Национальной академии наук Беларуси займаются комплексным выучением пытаний у селекции. И таким чином принимают удел у забеспечения развития агропромыслового комплекса Гродинской области. На узброение науковцев великая колькость техничных новинок, подробностей и обдейностей Зонального института рослиноводства Нан Беларуси и досягнений у эфира новин на четвертом. На площади у 400 гектаров специалисты Гродинска-Газонального института рослиноводства Национальной академии наук Беларуси выросшивают 60 гатунков зерневых. У кожных свои добрые якости. Неподалек новинка – кормовые бобы. Усе рослины спробу науковцев удосконалить структуру зернефуражных культур. Давиться этого важно не только за кошт повеличения площадь, подведенных под зернебобовые, але и за кошт поширыння ассортименту. Так, например, специалисты Зара Сактуна займаются распроцовкой галинового технологичного регламента для насенения кормовых бобов. Игата не усе на керунке деяностей науковцев. Гродинский зональный институт растеневодства Национальной академии наук – это комплексное научное учреждение, которое занимается поддерживающейся лекцией, а также возделывание оригинальных семян – зерновых, зернобобовых культур, картофеля. Также институт занимается семеноводством многолетних трав и садоводством. Это получение 18 сортов яблок и плюс также реализация саженцев – костошковых, семечковых и ягодных культур. Институт в последнее время вкладывает большие деньги, инвестирует в производство и в развитие материально-технической базы. В последнее время приобретена энергонасыщенная техника, зерноуборочные комбайны, приобретен камнесепаратор для уборки камней. Хочется отметить, что за последние два года площадь земель при поддержке Гродинского областного исполнительного комитета увеличилась с 880 до 1500 гектаров, что позволит более активно заниматься севооборотом и увеличить производство необходимых семян как для Гродинского региона, так и в целом для республики. В тестовом режиме навыковцы опробируют мобильную лабораторию, махчимость якой допомагают в полевых умовах высветлить важные характеристики хлеба – кислотность, щельность, наявность удобрения и другие. На проведение подобных анализов ранее потребовалось бы несколько дней, сейчас же – леченные хвилины. При поддержке Гродинского областного исполнительного комитета мы по инновационному фонду получили оборудование для создания отраслевой агробиолаборатории. Данная лаборатория позволит более точно определять и делать экспресс-анализ как почвы, так и листовой поверхности, что, опять же, даст возможность в более короткие сроки выявить проблемные участки на полях, не только у нас в институте, мы будем оказывать также услуги и для сельхозорганизаций, и своевременно провести данные операции по ликвидации каких-то чугов. Тут же на вытворчей базе зонального института выкористовывают и фотосепаратор. Это прилады загульной массы, вызначая насенние пустозелля по оттенням колеру, и таким чином допомагая отбирать потребные культуры с наивысшейшими пассионными характеристиками. Приобретен фотосепаратор, который позволит более качественно проводить обработку и подготовку пассионного материала, как многолетних трав, так и земновых культур. Данная машина рассчитана, если брать по пшенице, по очистке семян до двух тонн в час. Таким чином, из допомоги техничных новинок и отбывается укоронение досягнений у сучасной науки и передовой практики у вытворчасть, что заявляется активным делом профессийных кадров Зонального института рослиноводства в обеспечении развития агропромыслового комплекса в первую чергу Хродзенской области, а так само у всей Беларуси.